20-й съезд КПСС. Именно на нем в 1956 году было принято решение довести через два года количество телецентров в стране до 60-ти. В результате в Симферополе появляется свой телецентр. Макурино-Горка, 243 метра над уровнем моря. Это место и было выбрано проектировщиками для строительства. В апреле 1959 года комиссия подписывает акт о сдаче телецентра в эксплуатацию. Именно эта дата считается днем рождения крымского телевидения. Каким оно было, какую роль играло в жизни всего полуострова? Чтобы рассказать об этом, к нам в гости пришли телевизионщики самых разных покорений. Это программа «Крымские истории». С вами я, Эмилия Люлькун. И я, Вячеслав Анин. И мы начинаем. Сегодня на вопрос «Кто в доме хозяин?» с уверенностью можно ответить «Конечно он!» Телевизор. Чудо телевидения было открыто человечеству давно, но оно до сих пор удивляет и радует. Это окно в другой мир, в сердца и души, проводник честности и искренности. Телевидение не просто учит, оно вдохновляет, воспитывает и помогает. И особенно прекрасно, что у нас, у крымчан, вот уже более 60 лет есть свое – крымское телевидение. Люди, причастные к этому волшебству, такие же необыкновенные. Техники и творцы, лишь однажды соприкоснувшись с магией телевидения, уже не представляют себе жизнь без него. Что это? Болезнь, страсть или любовь? До конца неизвестно. Но определенно, быть телевизионщиком – это счастье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, дорогие гости! Строительство началось с телецентра в 1957 году. Как создавался телецентр? Планировалось создать телецентр первоначально в Ялте. Но работники Крымского радиоцентра тогда еще убедили руководство, что это неправильное решение, потому что были сложности с доставкой сигнала, сложный рельеф, удаленность от северо-восточных районов Крыма, малая аудитория, отсутствие кадров. Короче, уговорили, и было принято решение начинать строительство в Симферополе. Место для строительства выбрали вот здесь, на Макуриной горке. Раньше между улицами Ефремова и Красноармейской был рынок, толкучка, просто говоря. Сюда до контрольки, которая находится, здание до сих пор сохранилось, на торце фирмы одежда, доходил трамвай номер 24, разворачивались, там еще можно увидеть рельсы торчащие. В 1957 году началось строительство телецентра. Работы проводили Харьковская СМУ «Строй радио», строили здание телецентра, здание соседнее УКВ и здание киноблока. Мачту одновременно строилась севастопольская контора «Тальконструкция». Еще не закончились строительные работы, а уже начался монтаж оборудования. И какую программу кинчане увидели первую? Комяков пришел сюда, и ему из киноблока прямо по венче, по кабелю дали на монитор кино. Он посмотрел, остался доволен и побежал рапортовать. Что телецентр открылся, да? Что телецентр, да, уже готов к работе. А на самом деле еще ничего не было готово. И только 28 января запустили в тестовом вещании. Еще передатчик ТТР не был готов. Не были выходные каскады смонтированы. Не было готова градирня. Замкнутого цикла охлаждения не было. Вода текла прямо со студенческой вниз ручьями до Кирова по улочкам, переулкам старого города. В тестовом вещании четыре дня крутили один и тот же фильм, страницы былого. Ну и дождь. Клещет. Через четыре дня вещание прекратилось. И еще два месяца устраняли недостатки, заканчивали монтаж. 3 апреля 1959 года государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию крымского телевидения. И тогда началось вещание. Сначала оно называлось опытным, но потихоньку и переросло в обычное вещание. Василий Степанович, как работала крымская студия телевидения? Сколько часов в день они вещали? Первоначальное так называемое опытное вещание было, так скажем, почти что бессистемно. С 1 апреля 1959 года начались передачи как более-менее системно. Четыре раза в неделю. Это вторник, четверг, суббот и воскресенье. Обычно в 19 часов начиналась передача, и где-то в 22-23 максимум передачи заканчивались. Отдельные дни воскресенья были дневные передачи. Где-то около 10 или 11 часов начиналось, и там в 2 часов 2 шли передачи. Только к 7 ноября 1959 года вот это вот помещение, в котором мы находимся, вступило в свою законную власть. Так называемая большая студия больше 300 метров была закончена, и отсюда начались передачи. Здесь и пели, и танцевали. Совершенно верно. Актеры играли спектакли. И первая передача передвижной телевизионной станции с трансляцией демонстрации на октябрьские праздники 1959 года тоже была проведена впервые. ПТС. Передвижная телевизионная станция. Это специально оборудованный автомобиль, с помощью которого стали возможны репортажные работы с выездом на место, трансляции спортивных событий, выездных мероприятий. ПТС может проводить качественную съемку за пределами студии, микшировать сигнал с нескольких камер, осуществлять монтаж, работать с тележками и кранами, а также передавать сигнал в эфир, в том числе с помощью спутникового передатчика. Когда появились первые вот как раз передающие станции к передвижной? 7 ноября 1959 года прибыла и уже вела трансляцию. Две машины – это одна станция. В одной машине аппаратная, в другой машине все остальные принадлежности – антенны, кабели и так далее. У нас здесь присутствует Сергей Павлович Игрин, ведущий инженер телецентра, который, собственно, я думаю, что за вот эти вот ПТС-ки в том числе и отвечал. В тех самых годах, наверное, появление подобного оборудования, такой аппаратуры считалось чуть ли не уровнем космического масштаба. Да, где-то так, приблизительно. Потому что все это было новое, все это было впервые. Требовались, конечно, большие туда, так сказать, внимание, забота, профилактика, ремонты частые. Сами все делали. Вы наверняка помните о появлении первой цветной ПТС. Да, это я помню первая цветная у нас ПТС. Мы получили в 1975 году. Крымский телецентр получил ее одним из первых даже в Союзе. Это было связано с тем, что крымские бригады, вот именно передвижной телевизионной станции, в Крыму уже теперь не секрет, есть приемный космический центр, расположенный за эфраторией, где осуществлялась основная ее работа. И мы ее получили, в принципе, для этой работы, потому что выходили на интервидение, на евровидение, вот, ну, естественно, на всю страну. Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Во времена Советского Союза о том, что космическими полетами управляли именно из Крыма, никто не знал. Центр управления долгие годы существовал под грифом «Секретно». С конца 50-х годов, когда запуск в космос летающих объектов стал реальностью, возникла необходимость в таких центрах. По всей территории Советского Союза в определенных точках были построены специальные станции слежения. Одна из них была создана на полуострове. В то время весь советский народ считал, что центр управления полетами находится в Москве. На самом деле, все происходившее на экране транслировалось из Евпатории. Позже тайну раскрыли. Стало известно, что планеты Венеру и Марс разглядывали через телескопы из Крыма. Тут же занимались испытаниями луноходов. Самая первая история космическая Крымского телевизионного центра была в 1963 году, в июле месяце. Совершенно верно. Когда летал «Восток-5» и «Восток-6», наша приемная аппаратная ПТС принимала сигнал из центра космической связи, из Школьного и далее транслировала через 29-ю радиоролейную станцию, которая находилась под башней здесь у нас на Студинской, и передача шла в главный центр космической связи в Москве. Мы поздравляли Терешкову от имени нашего коллектива с успешным полетом. Она обратно нам привет пересылала через центр связи. Еще один ветеран нашего телеканала. Здравствуйте! На телевидение я пришел после службы сюда в Советской Армии в 1973 году. Сразу попал работать на ПТС. В это время как раз происходила реконструкция телевидения, то есть замена старого оборудования первого на более новое. Чтобы не прерывать вещание, нам пришлось свою старую ПТС, самую старую, которая была сначала, пристроить туда, к стеночке. И мы тем самым... Вы ее использовали как временное... Как временное студию. Все было тогда тяжелое. Штативы тяжелые, тележки тяжелые, камеры были неподъемные просто. Все грелось, все было горячее такое. И вот мы работали. Давным-давно телевизоры были маленькими. А творческие планы огромными. Как и аппаратура, при помощи которой творилось телевидение. Студийная аппаратная напоминала центр управления полетами. Вес передающих камер вместе со штативом и объективом мог достигать нескольких сотен килограммов. Журавли, или другими словами штативы для микрофонов, были до 4 метров в длину. Декорации в павильоне тоже ошеломляли. Здесь ставили спектакли, пели хоры, выступали даже симфонические оркестры. Как известно, эфир был только прямой. И в избежание накладок нужен был резервный контент. И этим резервом были не просто видеозарисовки, а настоящие видовые и документальные фильмы. Очень неплохие, некоторые просто шедевры. Чтобы достичь таких результатов, весь коллектив должен был стать единым целым, окрыленным вдохновением. Так и было. Журналисты и режиссеры вынашивали новые идеи, а инженеры помогали материализовать их. И это несмотря на то, что до 1992 года телецентр состоял из двух раздельных структур. Творческого персонала Крымского комитета телевидения и радиовещения и технического, относящегося к Крымскому телевизионному техническому центру. Творцы. Так на телевидении уважительно называют журналистов и режиссеров. Именно благодаря им мы на своих телеэкранах видим такое жанровое разнообразие. Новости, авторские программы, документальные фильмы всего не перечислить. И я хочу сейчас познакомить с нашими следующими гостями тележурналист, телеведущая, заслуженный журналист Украины Лариса Копаенко и зритель, участница детских передач Ирина Колтукова. Здравствуйте. Добрый гостя. Лариса Федоровна, 45 лет на телевидении за вашими плечами. Это и новость, это и различные творческие проекты, и молодежные программы, различных жанров, и военно-патриотические, и культурные. Работать раньше и сейчас. Когда легче было? Вы знаете, телевидение никогда не бывает легким. Сколько бы сюда ни принесли аппаратуры прекрасной, которую мы не видели даже на картинках, ее не было, всегда будет тяжело, потому что это духовный материал, душевный. Это надо найти его, надо создать, надо показать. Телевидение тяжелее газеты, в том смысле газете можно сказать. Он мне сказал, на телевидении надо только дать достоверно. Что же сказал герой? Я однажды 20 минут провела с первой перчаткой Европы по боксу из Севастополя. Молодой человек, юниор, лет 22-23, и он сел, а тогда только прямой эфир. Его посадили, и я сразу, здравствуйте. А он... Просто кивал? Да. Я говорю, как вы на ринге, как то, где это происходило? И так 20 минут. Если бы я была осведомлена боксом, то я бы хоть что-то там плела про этот бокс. Вы так с эмоциями к нему? Да, сначала с эмоциями, потом с отчаянием, а потом просто я не знала, что делать. На пульте бились головой об пульт режиссеры и кричали «Говори!» Я, то есть, говорю. А что говори? Что говори? Хроника, информация, новости – сложнейший тоже продукт, потому что тогда было три человека всего в этой редакции. И надо было одному уехать и привезти пять материалов. Представляете, заезжаешь на границы трех районов, чтобы географию соблюсти, брала 3-4 интервью или 3-4 материала, приезжала поздно ночью домой, а утром я должна быть в 8 часов, чтобы я отписалась, выписалась. А оператор еще раньше сдавал пленку, ее проявляли, и в этот день очень ценилось. Вчера и сегодня больше не ценилось ничего. Самое интересное, что у нас во всех районах, городах была своя система, штатные, нештатные, умеющие снимать, неумеющие, ну, камеру держащие в руках. Они снимали. Открылся хлебозавод, открылась школа, открылась больница. Они вот снимут три плана и три фразы напишут. И утром наш помощник режиссера шла на автовокзал, уже запакованные лежали эти материалы. И мы сочиняли к этому хлебозаводу, к этой школе какие-то эти. Но система эта работала, во-первых, безотказно, а во-вторых, интересно. Очень всегда радовалась. Мы были столь популярны все, ведущие, все телевидение в целом, что я назначала встречу кому-то очень знатному человеку или просто человеку. Они все приходили. И в 10, и в 11, скажешь, в 3 часа ночи придут. Мы были очень популярны, уважаемы. Это вообще много всего. У меня если снится сон, то самый страшный. Внимание! Мы в эфире. Понимаете? Это значит все. Это все отходит. Все горести, радости, все. И ты только весь сосредоточен на этом любимом операторе, который всячески поддерживает. Вы говорили, что надо было уложиться в пленку. И даже штрафные санкции грозили. Да. Вычитали зарплату. Очень интересно, конечно, мы нашли выход. Оператор имеет право снимать один к трем. Еще раз 9 минут, да? И мы эти 9 минут выклянчивали. Они же все равно проявляются. Уговаривали начальника проявочного цеха, уговаривали монтажниц, уговаривали всех подряд. На пульте всех уговаривали, кто фиксирует. Что мне фиксировали, что прошло 9 минут, что 3 прошло. И все шли навстречу, потому что мы клянчили это как кусочек хлеба. Кстати, о работе с пленкой поговорим еще немножко. У нас в гостях Алексей Тихонович Киреев, в свое время начальник цеха кинопроизводства. Человек, который знает на себе, как работать с пленкой, насколько это сложно, насколько это трудоемкий процесс. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый я занимался обслуживанием и ремонтом кинопроекционной техники. После, это с 59 до 67 года. С 67 по обслуживанию телевизионной утраты. Это телевизионные камеры и так далее. В 71 году я был назначен киноблок. Тогда было название фотокинолаборатория. Когда я пришел, изменили немножко и назвали участок кинопроизводства. Здесь мы получили же проявочную машину ДЭФа для обработки черно-белой обращаемой пленки. А до этого в бачках негативную пленку 16-мм мы проявляли. Кинооператор с режиссером, с редактором приезжал. Надо быстро все это сделать. И в 6 часов у нас был выход новостей. Так, Мария Федорова, по-моему. Если я не забыл. А потом перешли уже на синхронные пленки. И тогда монтажницы и режиссеры уже начали делать синхрон. Что такое синхрон? Кстати, да, синхрон. Синхрон. Термин появился на телевидении в то время, когда для съемок использовали кинопленку. Тогда, чтобы смонтировать интервью для сюжета, необходимо было синхронизировать видеоряд, снятый кинокамерой, и запись звука на отдельной пленке. Это называлось съемкой на две пленки. Или просто синхроном. С появлением новых технологий термин не утратил своего значения и продолжает использоваться в телевизионном сленге. Сегодня синхроном называют говорящего в кадре человека, который дает комментарии по теме. И вот этот процесс, надо быстренько все сделать. До пяти часов. Пять часов уже репетиция в кинопроекционной, в телекино. Прогон, значит, по каналу. Все просмотрели. Режиссер доволен. И в шесть или полседьмого были новости. У нас в студии есть зрители, Ирина Михайловна. Вы не просто как зритель, но и как участник телепередачи. Очень активно работала стуль, редакция детских передач. Передачи готовили очень основательно, серьезно. Ну, что это были за передачи? Какие-то литературно-музыкальные композиции с чтением стихов. Постановки таких небольших одноактных пьес. И так получилось, что у нас уже, вот, нас собрали постоянную группу детей, с которыми работали. Для нас это было огромным счастьем. Для нас это был праздник. С нами, конечно, очень серьезно и ответственно и строго работали. Если мы шалили, нам сразу же напоминали о том, что мы не вундеркинды. И если что, найдут точно таких же, не хуже, чем мы. В эти дни прогуливали школы? О, вот это было просто замечательно. Во-первых, были обычные... Вот почему праздник, собственно, теперь понятно. Во-первых, это были, сначала были обычные репетиции. Репетиция с техникой раз, репетиция с техникой два. А самое главное, в день или в вечер передачи репетиция, последняя парадная контрольная с техникой за три часа до начала. То есть нас, естественно, без прикосновной школы отпускали. И когда уже последняя репетиция заканчивалась, взрослым было не до нас, вот тут было полутемно. Мы играли в прятки, прятались, и это было совершенно великолепно и замечательно. У вас были любимые дикторы? Те, кто моего возраста и чуть постарше меня, помнят начало телевидения. Замечательную мелодию. Любая передача Грымской студии и телевидения начиналась с великолепных аккордов первого концерта Чайковского. И появлялась одна из Людочек. Людочка беленькая, Людочка черненькая. У каждой были свои приверженцы и поклонники. Я еще помню горячие споры во дворах, на лавочках, по вечерам, когда каждая из сторон старалась доказать, чья лучше. Предметом горячих споров во дворе являлись Людмила Широкова и Людмила Завирюха. Дикторы. Они создали целую эпоху, стали звездами своего времени, близкие и в то же время недосягаемые. Самым первым диктором крымского телевидения был Александр Волченко. Чуть позже женские сердца волновал безупречный и импозантный Владимир Домогацкий. А мужская половина крымского населения засматривалась на Габриэль Блинову и Викторию Лопычак. Дикторы были эталоном для многих. Всегда идеальные, одеты по последнему песку моды, с безупречными манерами и голосом. Их работа казалась особенной и привилегированной. Постоянные семинары и курсы повышения квалификации, обучение у известных актеров и академиков. Сам Юрий Левитан в свое время давал мастер-класс нашим землякам. Попасть в дикторскую группу было невероятно сложно. Хорошая дикция, грамотная речь, умение общаться с невидимым зрителем – это минимальный набор для каждого. Но за такую жизнь, освещенную софитами, приходилось расплачиваться большой ответственностью. Расслабляться было нельзя. Уволить могли просто по звонку. Любая ошибка, любой неверный жест или плохая прическа – и все. В то время говорили слово «не воробей». Поймают – вылетишь. Но, как и любая эпоха, это тоже закончилось. Сейчас понятие диктор исчезло с голубых экранов. На смену им пришли журналисты-телеведущие. Телевидение не стало хуже. Оно лишь пошло вперед. У нас в гостях в свое время главные редакторы редакции национальных программ – это Юлия Ивановна Иович и Владимир Николаевич Ижболдин. Здравствуйте. На скольких языках велось вещание крымского телевидения? Ну, вообще, на семи, да, Володь? Да, на семи языках. В начале 90-х годов, когда у нас образовалась крымско-катарская редакция, было принято решение нашими крымскими властями, я думаю, что правильное решение это было, были созданы еще редакции других депортированных народов – это армяне, болгары, греки и немцы. Существовали студии. Понедельник – это студия «Деловой мир», вторник – студия «Лик», среда – крымско-катарская редакция работала в эфире, четверг – студия «Пять» и пятница – студия «Политика». И вот четыре национальные редакции были закреплены в каждой своей студии. Поэтому вот в понедельник выходила студия «Деловой мир» и «Болгарские встречи». Вторник – студия «Лик» и армянская редакция – это «Борет». В четверг – «Реки» вместе со студией «Пять» и в пятницу попали мы как раз, немецкая редакция, а была студия «Политика» в эфире целый вечер. Наверное, на тот период это было очень важно и здорово, потому что мы, молодые, не молодые по возрасту, но начинающие журналисты, могли учиться у наших мэтров, у тех, кто работал в этих больших студиях. Все равно мы тяготели друг к другу, мы все равно… Ну, я вот, например, знаю все болгарские праздники, армянские, грешники. Да, мы даже здоровались на разных языках. То есть жили дружно. Да, и тогда возникла идея соединить все национальные редакции, вот эти четыре, в одну большую редакцию национальных программ. Что, в принципе, логичным выводом стало. Это было логично. Мы тогда уже, как скажем, стали на ноги, поэтому… Нас так все называли, да, нас учили. Спасибо, вот, мои учителя, это Наталья Тихановская и Наталья Бурменко. С Бурменко мы вообще могли до шести утра монтировать. Она требовала не то, что интонацию, она требовала даже вдох, где правильно ставить. Было такое… А помнишь наш гимн? Ух ты, у вас был свой гимн? Да, у нас был свой гимн. Это многонациональная, многонациональная квартира, это коммунальная… Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Любого телеканала можно смело назвать новости. Была ли оперативность задачи номер один? Была ли у журналистов свобода слова? Случались ли выходные, в конце концов, и как корреспонденты работали без интернета и мобильных телефонов? Эти все вопросы мы зададим нашим гостям на площадке. Это Иван Ильенко, старший редактор новостей, и Николай Романов, первый заместитель генерального директора. Иван Яковлевич, вы как редактор новостей. Сколько журналистов в редакции работало у вас? Журналистов только три, но вот сказали только три неправильно. У нас была еще масса внештатных авторов. И благодаря им большое спасибо. Вот сейчас есть возможность сказать, что они помогали. Еще в редакции, извините, были режиссер и ассистент режиссера. Это обязательно без них мы тоже не успевали, не могли бы просто делать новости. Вначале у нас редакция «Хроники» была, так называлась. Потом переименовали, потому что созвучие какое-то неинтересно. Сейчас журналисты живут довольно вольготно. У каждого свой компьютер, практически свое рабочее место. Раньше наверняка не было таких условий. Сколько машин давалось на… Ой, даже не каждый день, честное слово. Но у нас была возможность, появилась возможность, что раньше вот такие арации были и сантиметров 50-60 антенна. С ней можно было и отбиваться, и ходить на рыбалку. И мне получилось так, что я нашел контакт. Центральный переговорный пункт пожарной охраны. Главное управление МВД Украины в Крыму. Ну, короче говоря, все силовые структуры мы знали, нам передавали, и они помогали транспорту. Такого у нас не было. Если где-то пожар, особенно лесной, то здесь выезжала машина куда-то, на любой пожар, то штабная машина обязательно заезжала за нами, и мы выезжали. Это как раз период такой, что, знаете, и престижно было, и боязно, честное слово. Поехал снимать Брежнево. На южный берег Крыма переночевали. Утром я проснулся, проверил камеру. Рано-рано, солнышко светит, я сел на скамейку и уснул. Дело молодое. Слышу скрип-скрип, я поворачиваю, глядя, не делить, сидит. Я потихонечку, только раз, и ушел. Меня из-за кустов раз, на эту скамейку больше не садите. Не садитесь, это лично, нет, это отличие. Все. Один раз встречаем, ну, сразу самолет прилетает, охрана, обслуживающий персонал и Брежнев. Он садится на третью, в третью машину, у нас четвертый номер, там по номерам. Иерархия была. Даже если не хватало людей, все равно 18 машин шло. Леонид Ильич любил, обожал водить машину. И едем на перевале, он придавил, но у него машина, у нас такая паршивая, москвичная. Ну, мы едем, одна обгоняет, другая обгоняет, третья, уже замыкающая милицейская машина, экспортная. Давай, 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 но мы не можем. Короче говоря, мы приезжаем в Ялту с опозданием, ну, я не знаю, минут, наверное, на 30. Что такое-то? Я говорю, вы же притопили, у вас машина намного выше, а у нас, видите, стоит в Москве. Так получилось, всегда давали хорошее, а это на этот раз. Ну, ладно, давайте. Мы отсняли все и уехали. Проявка, все вышли в эфир, утром звонок, дверь, то приезжали в 7 часов за мной, а то еще в полседьмого где-то. Тебя в обкомпарке. Приехал Николай Карпович. Вот это единственный был человек, который болел за все. Кириченко. Кириченко Николай Карпович, да. Она говорит, садись. Я сел, лист кладет. Пиши. Что? При встрече с высокопоставленными милицами никаких просьб. Дату, подпись став, дату я поставлю, если надо будет. Давай ручку, садись, езжайте на битомную, получайте машину. Новую машину. Николай Иванович, вы пришли в 2005 году, стали скорее первым заместителем гендиректора. Но в 1996-м вы попали в редакцию новостей. Да, я... Как так вас занесло? Я вернулся, я отслужил на Тихоокеанском флоте, я был военным журналистом, был в главной газете Тихоокеанского флота. Я пришел корреспондентом в службу информации, о чем Иван Яковлевич рассказывал. Лариса Федоровна очень интересно рассказывала тоже о том периоде. Ну и первое мое крещение телевизионное случилось таким образом, по-моему, на пятый или там на шестой день моей работы. В ту пору три человека редактора готовили информационный материал, а выдавали в прямом эфире новости дикторы. Вот Вика Лопычак была у нас диктором. Она, оказывается, позвонила главному редактору службы информации, предупредила, что у нее вырвали зуб, и нужно было сделать замену. Он об этом полностью забыл. И там за полчаса до начала эфира выясняется, что ее нет, вести некому. Ну, Вероника Маргун была на выпуске, она прибегает, выручайте. А мы в редакции вдвоем, Толят Абдураманов был еще, вот мы вдвоем. Что делать? Я ни разу в жизни в эфире не был, не то что в прямом, я еще и в обычном эфире еще ни разу не был. Ну и я прихожу, здесь в этой же студии был отдельный сектор для новостей. Ну, сажусь, мне дают лист, значит, текст. Читай. У меня руки при солнце. Там остается пять минут до прямого эфира, но еще больше. Мандра. Меня колотит, колотит меня. И вдруг Вероника Маргун говорит, принесите ему водки, у кого есть. Ну и в итоге эфир прошел достаточно успешно. Ну, после этого стали дикторами, я так понимаю. Не диктором, но потом авторские передачи вел, да, да, Крымскую панораму вел. Родись за час до родов, женись за час до свадьбы, умри за час до смерти, тогда ты журналист. 12 минут новостей в истории телерадиокомпании Крым. Это отдельная эпоха, это отдельная страница, потому что с появлением этой программы лицо новостей, я бы даже сказал, лицо новостей полуострова всего Крыма кардинально преобразилось. В общем-то, по сути-то, новый подход к новостям был построен. Ну, это правда, это правда, новости отличались очень сильно, хотя бы тем, что туда очень строго отбирали людей. Журналист обязательно должен был обладать литературным даром, хорошо писать. И тогда еще наступило время, когда было можно почти все. И можно было говорить, и можно было выбирать. И могу просто перевести мой любимый сюжет, был один из них. Когда мы заседание Совмена Крыма сняли на портфелях, руках, ручках и ботинках. За кадром там мы рассказывали о том, что они собрались, они решили там и так далее. То есть это я помню, что было, ну, как бы мы считали это своей победой. Тогда можно было делать такие вещи. Или, например, у меня был смонтирован сюжет о том, как Куницын тогдашний, значит, наш главный человек, поручал грамоты, и все это у меня было построено на том, как он всех целует. То есть это вызывало смех, и, ну, как бы, рейтинги у нас были достаточно высокие. Уважаемая, любимая, и вы наверняка все знаете, Татьяна Шмараева, заслуженный журналист Крыма. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, я тоже знаю, что в те времена программа «12 минут новостей» отличалась тем, что у каждого журналиста, у каждого работника была своя специализация. Да, потому что мы, как раз получилось так, мне просто, ну, выпало счастье. Я вела экологические темы, такие зеленые темы, темы, связанные с животными. Но это случилось не случайно, будем так говорить. Когда мы работали в студии «Джокер», Сергей Надеждин, руководитель этой студии, меня просто послал по всем каналам посмотреть, кто может возглавить новые новости, которые Сережа хотел сделать у нас в редакции. И вот тогда мы познакомились с Еленой Павловной Рожен. И Елена Павловна пришла к нам на канал, и, собственно говоря, «12 минут новостей» — это ее новости. Для нее было важно, чтобы каждую тему вел не просто журналист, а журналист, который был глубоко в теме, будем так говорить. У каждого своя тема была. Да, да, да. Практически у каждого была какая-то своя тема в основном. Вы не представляете себе. Вот я отвечала за экологические темы. Что было сделано? Меня отправили за границу учиться. Я училась за границей, понимаете, на иностранные деньги. Но училась очень хорошо. Я по сей день хорошо в теме. И это очень важно, понимаете? Это очень важно. Молодым журналистам сейчас, я считаю, этого не хватает. Может быть, современным журналистам не до конца будет понятно. Тексты тогда делались без компьютеров. Тексты тогда делались на коленке. У нас был один компьютер, где Валентина Викентьевна печатала наши тексты. Мы писали их без интернета. Немалую часть современных журналистов закроешь в комнате без интернета, и через полдня откроешь их в состоянии кататонии. Юлия Орлова в нашем эфире, также тоже диктор, выпускающий редактор, корреспондент программы «12 минут новостей». Совершенно верно. Хочу сказать, не хочу никого ругать, не хочу никого хвалить, но мне не стыдно ни за один день, ни за один час, ни за один год работы «12 минут». Юлия, ваша специализация? Я была две темы, как ни странно, взаимоисключающие. Я занималась, я была парламентским корреспондентом, работала у нас в Верховной Раде Крыма, и православная тема, естественно, чем занимаюсь сейчас. Не сложно ли в стуле, по большому счету, разнонаправленных... Абсолютно, абсолютно. Ну, если Леонид Иванович Грач, тогдашний спикер, называл себя умеренным атеистом, как вы думаете? Сложно было? В редакции стоял диванчик, на котором приходилось порой просто ночевать, оставаясь на работе. Это и была комната отдыха, я так понимаю, да? Да, 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 по сути. Ну, там вообще была, знаете, потрясающая у нас атмосфера. Вот Леона Павловна умела это делать. Вы не представляете, как мы себя там классно чувствовали. Ну, я по сей день, когда вспоминаю о 12 минутах новостей, у меня улыбка на лице. Вот, понимаете, я всех этих людей безумно любила и люблю. Кого-то уже нет с нами. Вот Владимир Иванович Болотин, легендарный наш журналист, о котором... Его узнавали по голосу. Только он начинал читать текст, его узнавали, это Болотин. Нас всех узнавали по голосу. К счастью такому. И когда собирались 12 минут, была задача такая, не максимум, но одна из задач, переплюнуть Черноморку. То есть нужно было перегнать конкуренцию, потому что волна черноморская тогда была достаточно высокого уровня программа «Волна». И вот мы тогда с Черноморку, в общем-то, переплюнули, достаточно уверенно, потому что журналистский состав был лучше. Аппаратура у нас была первая в Крыму цифровая. Мы первые в Крыму получили цифровую аппаратуру. Тоже было интересно работать. На самом деле, Елена Павловна собрала такой коллектив, что я до сих пор не могу похожий коллектив по состоянию найти. Журналисты Черноморской телерадиокомпании сами признавали, что когда наступало время 19.00, они бросали все. Садились и смотрели наши новости. И скрежетали зубами, если было совсем уже круто. И улыбались иронично, если было не очень круто. Но это они нам сами рассказывали. АПЛОДИСМЕНТЫ Яркие образы ведущих, то, что зритель видит каждый день, то, что он узнает и понимает, это лишь малая часть всего механизма телевидения. И это вовсе не секрет, что за кадром работают еще сотни и сотни людей, как творческих, так и технических профессий. Мы увидим все события на экране глазами оператора. Мы слышим историю, когда звукорежиссер выводит звук. Мы понимаем и чувствуем происходящее на экране благодаря работе режиссера. Можно сказать, что без одного единственного винтика в этом механизме остановится вся работа. Погаснет свет в студии, выключатся микрофоны, покроются пылью декорации. Исчезнет волшебство голубого экрана, и зритель перестанет быть зрителем. Поэтому так важно вновь и вновь рассказывать о тех, чья служба пусть не так опасна и трудна, но крайне необходима. Чтобы создать магию телевизионной картинки, задействован труд колоссального количества людей. Вот, например, рядовой гражданин, думаю, вряд ли знает о работе сурдопереводчиков, кабельмейстеров, да, именно так они называются, или, например, декораторов-постановщиков. И у нас в студии Виктор Вакулик, начальник декорационно-постановочного участка, председатель профсоюзного комитета и Татьяна Кузьменко, ведущий инженер ТЖК. И исходя из того, что и спектакли были, и концерты были, и декорации в основном изготавливались в нашей столярной мастерской. У нас в свой штаб был столяров-декораторов, постановщиков, так что у нас в свой штаб был определенный. Изготавливали сами и столы, и стулья, и оформление студии. А много передач было, почему, большие постановочные площадки, работы, в принципе, много было постановщиков. Все изготавливали своими силами. Еще у нас в этом вопросе скажу, что художник, наш художник Володя, он много сделал. По его эскизам изготавливали декорации. А, кстати, были же и выездные съемки, и тоже с использованием декораций. Причем, ну, достаточно масштабные съемки. А как этот вопрос решали? Ну, все эти вещи мы, перед тем, как выездные делали, мы все же выезжали туда, знакомились с тем местом, изучали, что нужно, как туда нужно. Проводили рекогностировку. Да, рекогностировку вместе с ПТСом, поэтому, а уже потом, в дальнейшем, готовили декорации под это. Самый последний, вот даже фестиваль «Восточный базар», который в Ялте проводили, это грандиозный был, все декорации мы там, ну, в течение двух дней мы сделали этот зал, подготовили юбилейный и провели, я скажу, что отлично, 28, из 28 стран певцы были, участвовали. А ты какой год был? Да, 2011 год. Тем более, что мы площадку готовили после Пугачевой. Пугачева провела фестиваль. На следующие выходные мы проводили. После, да, Малый Борисович? Да. Между прочим, у нас в студии человек, который заставлял даже президентов работать декораторами. Рассказывайте. Да, был такой случай. Это было в 2003 году, в ноябре. Приехал к нам сюда выступать Ющенко. Ну, поставили мы же флаг штандарта Ющенко, его как президента. Опущено все, надо развернутый флаг сделать. Думал, думал, нашел проволоку, к древку привязал, развернул флаг там на булавке, упор и сделал, флаг развернул. Пришли когда сопровождающие, посмотрели, говорит, ешкин свет. Пять лет ездим по Украине, но такой площадки мы еще не видели, чтобы развернутое знамена было. Ну, после этого закончили эфир. А вылет из Бельбека должны были вылетать. Что-то там задержка была. Ну, Ющенко говорит, тогда, говорит, проведем пресс-конференцию с журналистами. Я подхожу тогда, я говорю, Виктор Андреевич, я говорю, надо освободить площадку, нам нужно перепланировку сделать, вы же журналистами будете. Он говорит, а что нужно делать? Я говорю, да вот кресло там принести. Он, какие показывает? И показывает. Я говорю, да вот эти, идем. Он берет кресло, я с одной стороны, с другой стороны. И идем, несем на площадку. Я операторам показываю снимовение. Снимовение. А постановщиком работает. Тут же окружение было, и Могилевы, и все эти прочие. Не успели им повернуться, все оставшиеся стулья они уже принесли на площадке, только расставил. Мгновение, в течение двух минут площадка была готова. А я хочу рассказать другую историю. С Януковичем, да. По странному стечению обстоятельств вы с ним полные тезки. Но так как он человек, извините меня, габаритный, я открыл дверь, доводчик и снял с двери, чтобы он свободно прошел сюда в студию. Когда здесь находился, а охрана начала закрывать дверь и не может закрыть, доводчик упирается в дверь. А главный режиссер Староскопцева, Дана Маярна, с коридора кричит, Виктор Федорович, Виктор Федорович, помогите закрыть дверь. А он поднялся в сайте и не может понять, что же такое. Я подскочил, закрыл дверь. Потом уже каждый приезд его сюда Януковича, все время охрана шутила. Ну что, дверь закрывать будем, Виктор Федорович? Так получилось, что, опять же, огромная история самой телерадиокомпании, телецентра, она связана, конечно же, с семейными историями. Сергей Павлович, дело в том, что с Крымским телецентром связана не только ваша профессиональная деятельность, но и личная жизнь. Здесь в свое время работала и ваша жена. Людмила, здравствуйте, Людмила Сергеевна, как раз тоже в нашем эфире. А вы помните, как и где вы познакомились со своим сыром? Ну, конечно. Сережа научились в одной группе в институте, в Севастоповский правостроительный институт. Там мы познакомились, там мы поженились. А когда поженились, я работала тогда на фиолетии, он мне сказал, не-не-не-не-не, никаких заводок, давай-ка к нам на телевидение. Почему так? Она была у меня очень красивая, я боялся, что ее заберу. А, то есть, чтобы не... Дочка, когда начала проявлять интерес к телевидению, зафиксировали для себя? Вы знаете, абсолютно нет. Она окончила школу. И вдруг стала режиссером. И вдруг, говорит, я поеду в Харьков институт культуры. И еще и режиссером стала. Поехала, поступила, ну и пришла к нам на телевидение через год. Светлана. Не пожалели? Нет, не пожалела, конечно, не пожалела. У меня очень интересная работа, у меня очень интересная профессия. И все говорят, да, есть династия, когда родители. А я вот такую закономерность вдруг заметила. А у нас и мужья тоже, все телевизионщики. Есть еще одна династия, вот мы с Виктором Федоровичем разговаривали. Мать проработала, да, ассистентом режиссера, тоже на ГТРК «Крым». А старшая сестра у меня работала на радио, тоже помощником звукорежиссера или как-то ассистент звукорежиссера. А здесь же на радио «Крым». Еще в новом классе работала микрофонным оператором достаточно долгое время. Журавли, вот так, Анжела Староженко, я говорю. Давайте, наверное, опять же к Веронике Юрьевне обратимся, потому что тоже семья вся получилась телевизионная. И сын Олег стал оператором, и невестка Олега, жена Лиля, тоже оператор. Ну, дело в том, что, как уже Света тут говорила, если вся жизнь человека прошла на телевидении, начиная буквально, я не знаю, с первых лет жизни, то другого выбора. Еще хочу объяснить, почему так вот происходило, что дети здесь вырастали. Вот, например, когда я работала в новостях, выпуск у меня был в 6 часов вечера. Детский сад работает до 5. Естественно, я перед эфиром, значит, у меня ребенка, кстати, кто только не забирал. И Иван Яковлевич был, я даже забирал, и операторы, и просто редакционные водители. То есть там уже в детском саду уже привыкли, что ребенка может забрать кто угодно. Естественно, его приводили сюда, и бывали даже случаи, когда он сидел рядом со мной в прямом эфире. И руководил съемкой. Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход. А волны и стонут, и плачут, и бьются о борт корабля. Растаял в далеком тумане рыбачий родимая наша земля. Корабль наш упрямо качает крутая морская волна. Поднимет и снова бросает, в кипящую бездну она. Обратно вернусь я не скоро, но хватит для битвы огня. Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня. Нелегкой походкой матросской иду я навстречу врагам. А после с победой геройской к скалистым вернусь берегам. Пусть волны и стонут, и плачут, и бьются о борт корабля. Но радостно встретит героев рыбачий родимая наша земля. Но радостно встретит героев рыбачий родимая наша земля. Телевидение – это работа без выходных. Это полная самоотдача, это постоянный поиск интересных тем, это помощь людям, это дверь в мир прекрасного. У телевидения есть свой неповторимый вкус. И ощутив его хоть раз, отказаться от него уже невозможно. Крымскому телевидению уже 60 лет, и мы поздравляем всех своих коллег и каждого своего зрителя. Мы работаем для вас. Это была программа «Крымские истории», и мы прощаемся с вами совсем ненадолго. И помните, все мы часть большой «Крымская история», чем мы гордимся.